В сегодняшнем небольшом видео вырежем шильдики для прибора из алюминия толщиной 0,52 мм. Это алюминий для сублимации, который можно потом покрасить краской, покрыт специальным полимером. Для начала измеряем толщину, чтобы определить точно количество проходов, мощность и приблизительно время резки. 0,52 мм толщина алюминия. Теперь подготовленный чертеж импортируем в программу SCAT 2.0. Программа на русском языке. Размер шильда 39 на 46 мм. Для резки такой толщины алюминия достаточно будет 50 проходов при этих режимах. Лазерный гравер для работы будем использовать GravMax с лазерным источником мощностью 30 Вт. Один поле, энергия импульса. Линза небольшая, 70 на 70 мм, рабочее поле. Скорость ставим 200 мм в секунду, мощность 95%, частота 30 кГц. Устанавливаем в тиски радиатор от процессора со старого компьютера, чтобы не портить тиски и выкладываем алюминиевую пластину. По лазерной указке выставляем более точно место положения резки и запускаем гравировку. Алюминий 0,4-0,5 мм спокойно режется 30 Вт. лазером. Быстрое и простое изготовление шильдиков, таблич, просто нарезать алюминий. Лазерные станки есть на складе. Стоимость лазерных станков зависит от комплектации, либо это профессиональные, которые поддерживают 4, 3, 2 оси и могут управляться с помощью внешних устройств связи. Есть простые лазерные станки, которые можно использовать для работы в гараже, на балконе поставить, либо на производстве где-нибудь в уголке, если не надо частая гравировка. Станки для нечастого применения достаточно дешевые и имеются на складе. Более сложные станки мы собираем по заказу и по спецификации заказчика. Если нужно подключить конвейер, энкодеры, координатные столы, автоматическую Z-ось, это делается с более сложными контроллерами. Такие лазеры могут управляться программой GrafCAD, либо SCAD-2, либо SCAD-3. Если поставить линзу с большим рабочим полем, то можно вырезать сразу несколько. Но энергия тогда падает, мощность падает, скорость резки немного уменьшается, но зато увеличивается размер. При этой резке я использовал два контура и между ними заливку круговой штриховкой. Так прорезается быстрее и не учитывается конусность лазера. Вот такие шильдики получились. Если вас интересует техническая поддержка, обучение и лазерные станки, это все есть в компании GrafBiz. Обращайтесь, будем рады помочь, научить, поддержать. Всего хорошего, до следующего видео. Субтитры создавал DimaTorzok